Преступника пока не нашли. Задействован весь штат полиции. Основные дороги перекрыты, хотя тот, кто был в Крыму, понимает, что сделать это непросто. Личность подозреваемого установлена. Это 55-летний Бикир Небиев. Вот фотография с сайта крымского информагентства. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление его местонахождения. По месту его жительства проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается. Совершая преступление, он даже не пытался прятаться. Да и жертв особенно не выбирал. Просто подъехал среди бела дня к отделению скорой помощи, достал охотничье ружье и открыл беспорядочную стрельбу. В этот момент очередная бригада медиков собиралась на вызов. Въезжать собирались, да. И получилось так, что она выходит, и он сразу прям в живот стрелял. И пошел по комнатам стрелять всех, кто есть. Утро стрелял всех и все. Ребята, очень тяжело. Не хочется. Честно, не хочется вспоминать. Двое сотрудников скорой помощи погибли, еще двое ранены. Одному из них проведена операция. Один пациент находится в настоящее время в реанимационном отделении, в крайне тяжелом состоянии. И одна пациентка в состоянии средней тяжести. Специалисты крупных московских клиник, в том числе института Склифосовского, готовы принять участие в лечении пострадавшего. По последней информации, его состояние оценивается как тяжелое. Он получил огнестрельные ранения в голову и шею. Но врачи говорят, что есть положительная динамика, пациент пришел в себя. Преступника видели многие. Очевидцы запомнили и то, что он был на стареньком москвиче. После нападения стрелок уехал не сразу. Возможно, был в состоянии аффекта. Вот это дерево. Вот это дерево он врезался, да? Два раза. Разворачивался. Оперативники уже проверяют адреса, где может прятаться преступник. У следствия несколько версий. Вот одна из них. Возможно, причиной нападения стала профессиональная деятельность врачей. У каждого отделения скорой помощи Симферополя выставлена охрана. Нападавший вооружен и, возможно, у него психическое расстройство. В следственном комитете уточнили, из какого оружия были произведены выстрелы. Это было гладкоствольное охотничье ружье, в которое можно зарядить несколько патронов. Продолжение следует...